Духовное воспитание и формирование религиозной грамотности является одним из важнейших направлений в сфере образования. Важно проводить активную работу с подрастающим поколением, чтобы не допустить их вовлечения в деструктивные течения. Именно с этой целью в Актюбинском колледже транспорта, связи и новых технологий состоялась встреча с учащимися. В качестве главного спикера выступил заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана Наиб Муфтий Хиршат Онгар. Безусловно, молодые люди подвержены влиянию деструктивных религиозных течений. И в этой связи важно их направить на правильный путь, удовлетворить духовные потребности, разъяснить, что правильно, а что нет. Объяснить разницу между похвалой и безнравственными поступками. Именно с этой целью была организована встреча с религиозными деятелями. По инициативе областного управления образования в Актюбинском колледже транспорта, связи и новых технологий проходит встреча с нашими религиозными деятелями. Сегодня на данной встрече участвуют студенты третьего курса. И в основном работа по профилактике религиозного экстремизма у нас ведется по двум направлениям. Это вот такие вот, как сегодня мероприятия, общеколледжные. И мы приглашаем теологов, которые проводят индивидуальные беседы. Данные встречи, конечно, необходимы для наших студентов, потому что молодежь нужно ставить, будем говорить, на правильные рельсы. В ходе встречи были упомянуты предпосылки «Важно следовать традиционной религии, традиционным заветам». Наиб Имам отметил, что Духовное управление мусульман Казахстана объявило этот год годом добродетели. Кроме того, на мероприятии были разъяснены такие вопросы, как уважение к родителям, семье и важность получения качественного образования. Главной задачей каждого мусульманина является что? Это уважение к своим родителям. Они воспитывали вас, учили новому, помогали определить, что хорошо, а что плохо. Это те люди, которых нужно всегда уважать. Встреча прошла в свободном формате. Учащиеся могли задавать интересующие вопросы видному религиозному деятелю. Николай Сырбов, Бутагос Сахичанова, Азамат Сауханов, телеканал Актюбе.